Любите рыбку? А морепродукты? Тогда смотрите, какой великолепный соус можно к ним приготовить. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Что-то в последнее время зачастил я соусами, но с другой стороны, они такие классные. Одни и те же креветки с разными соусами будут звучать совершенно по-разному. Одна и та же рыба, поданная с разными соусами, произведет впечатление совершенно разных блюд. Нет, конечно, тратить по несколько часов на приготовление какого-то одного соуса – это бред. Но я-то вам показываю самые простые соусы. Да, требуется, конечно, некоторая подготовка, так скажем, некоторое планирование наперед. Но с другой стороны, многие из вас делают заготовки на зиму. Здесь практически то же самое. Пройдем на рабочее место, все расскажу и покажу. Готовить соус просто так довольно скучно, поэтому соус сегодня буду подавать к рыбе. У меня есть парочка замечательных филе сибаса. Вот их и приготовим. Рыбу я приготовлю в духовке на подушке из овощей в ароматном пару. Соус готовится очень быстро, поэтому сразу включу духовку нагреваться до 180 градусов. В качестве гарнира я хочу использовать зеленую стручковую фасоль. Кончики и хвосты надо обрезать, да и укоротить сами стручки тоже не помешает. Кстати, вполне подойдет и свежезамороженные из пакета. Добавлю несколько ломтиков морковки, потому что, во-первых, она сладкая, а во-вторых, как мне кажется, яркий цвет нам не помешает. Блюдо будет очень минималистичным, ничего лишнего. Давайте собирать. Лист фольги, вниз пойдет фасоль и морковь. Затем филе, шкурка вниз, крупная соль, обязательно перец, я использую белый, черный здесь будет грубоват, веточка петрушки, немного белого сухого вина, буквально капли, и сок половины лимона, и немного оливкового масла. Закрываем эту лодочку. В горячей духовке вино и лимонный сок создадут ароматнейшую паровую баню этой рыбки, и это будет великолепно. Вот в таком виде рыба и отправится в духовку. Всего и надо минут 15-20 до готовности. Время зависит от реальной температуры вашей духовки, но и от толщины рыбного филе. А сейчас займусь соусом. Его основа – сладкий болгарский перец, красный, запеченный. Всем привет из прошлого. Покажу элементарнейшую заготовку для множества великолепных блюд. Вот у меня болгарский перец, сладкий, ароматный, чисто вымытый. Смазываю его растительным маслом, у меня оливковое. И отправляю в духовку. Температура 200-210 градусов. Когда он испечется до такого состояния, что шкурка местами почернеет, он станет еще более сладким. Произойдет та самая концентрация вкусов и ароматов, про которую я не устаю повторять в целой куче роликов. Например, про шампиньоны, если кто-то не видел. То же самое я говорил про помидоры вяленые. Ну и практически везде. И вот эта вот сладость перца болгарского, запеченного, служит великолепнейшей базой для целой кучи разных блюд. Смотрите, прошло 45 минут, и вот он, красавец. Уберу его в пакет, чтобы немного остыл. Вот он, остывший. Снимаю шкурку и удаляю семена. Если добавить лимонного сока или винного уксуса и залить его большим количеством масла, то такой перец будет неплохо храниться в холодильнике. Если, конечно, его там хорошенько спрятать, чтобы домашний не нашли. Но лучше всего его разложить небольшими порциями по пакетикам и заморозить. И размораживать по мере необходимости. Я завтра собираюсь готовить на основе этого перца обалденный соус, поэтому сегодня ничего с ним делать не буду. Вот эта замечательная коробочка. А соус, как я обещал, очень прост. Лимонный сок, соль, черный перец и перец сладкий. А теперь поработаю блендером. Хотя блендер совсем не обязателен. Сладкий перец можно протереть через металлическое сито и смешать все просто ложечкой. Почти готово. Переложу его в чашку и... Помните этот ролик? Я про превращение сливок под воздействием кислоты. Здесь будет происходить нечто похожее. Конечно, так сильно они здесь не загустеют. Кислоты здесь значительно меньше. Но сливки добавят мягкость этому соусу. Подливать их надо до тех пор, пока не получится желаемая консистенция и цвет. И, конечно, надо пробовать, чтобы довести его до желаемого вкуса. Может быть, добавить еще немного сливок, или соли, или перца, или лимонного сока. Нет. Все отлично. А рыба, между тем, уже готова. Раскрывать ее надо осторожно. Пар очень горячий. Осталось только сервировать, и можно наслаждаться. Я вам уже жаловался на свои антиспособности по сервировке, поэтому повторяться не буду. Немного соуса. Кушать подано. Очень, очень простой соус. Здесь ощущается сладкий болгарский перец, печеный, с легкой кислинкой лимона. Ну, это логично. И сливки, они очень неуловимо создают здесь такую очень нежную текстуру. Его хочется прям вымакивать хлебом, и есть вообще без всяких блюд. Этот соус, в противовес всяким ярким соусам, типа кетчупа и прочих острых соусов, работает очень мягко. Он идеально, на мой вкус, подходит к тонкому вкусу морепродуктов, к рыбе, отварной или на пару, к реветкам свежесваренным. Но тут надо пробовать. Вполне возможно, окажется, что на ваш вкус этот соус значительно лучше оттенит вкус жареной рыбы. Понравилось? Приготовьте этот соус. Понравится еще больше. Новые зрители, не забудьте подписаться, а то потом потеряетесь, расстроитесь. Обязательно загляните в описание видео. Там вы найдете ссылки на Инстаграм, на ЖЖ на ВКонтакт. В этих соцсетях я публикую, во-первых, фотографии тех блюд, которые я готовлю, а во-вторых, иногда там появляются рецепты с фотографиями тех блюд, которые я не собираюсь готовить на видео. Заглядывайте. Вам будет интересно, я думаю. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!